Привет! Вы смотрите записки Велобариста. Неделя чтения продолжается. Я возвращаюсь с дачи, где, к сожалению, мне не удалось много читать. В основном я покрывал крышу гибкой черепицей и помогал отцу. Но все-таки я дочитал вторую главу до середины. Эта глава уже очень смешная, потому что мы знакомимся с новыми персонажами. Это адвокат Мецгер, который должен помочь главной героине Эдиппе разобраться с делами покойного пирса. И это такой портье Майлз, который играет в группе Паранойки, и который прямо сходу предложил Эдиппе переспать. Но это не важно, потому что это не самое смешное. Дальше Эдиппа будет играть с Мецгером в игру Гадайку, причем на раздевание. И ради того, чтобы он быстро ее не смог раздеть, она напяливает на себя буквально все, что находит в этом гостиничном номере. Кроме того, там довольно много забавных мыслей и идеек в этой главе. Но подробнее я уже смогу о них рассказать несколько позднее, когда доед до города и уже, видимо, завтра. Спасибо, что посмотрели этот скоростной выпуск. Я сейчас читаю по-прежнему Томаса Пинчона, выкрикивается ЛОД-49. Я забыл об этом сказать в самом начале. Спасибо, пишите в комментариях, понравилось ли вам. И, кстати, да, все остальные участники недели чтения, не обижайтесь, что я не указываю вас в описании к видео сейчас. С телефона это сделать довольно трудно. И когда я буду в городе, я обязательно заполню все, что я должен заполнить. Всем участникам привет, так держать, не сдавайтесь, читайте каждый день.